Здравствуйте! Иногда у нас бывают ситуации, когда мы случайно или намеренно удаляем какие-либо файлы с накопителей памяти, с флешки, либо с CD-карты, или с жесткого диска на нашем компьютере. А потом вдруг оказывается, что эти файлы нам необходимы. Как же быть, спросите вы. Нужно посмотреть это видео, и данная проблема будет у вас решена. Для этого нам понадобится программа, называется она «Диск Дриль». Ссылка на скачивание данной программы в описании под видео. Скачаем ее с официального сайта. На примере удаленных фотографий я покажу вам, как восстановить эти фотографии с накопителей. Будем использовать мы флешку и пару фотографий. Теперь возьмем флешку нашу. Вот она подключенная у меня. Открываем. Она у нас пустая. Перемещаем сюда несколько фотографий. Мы переместим. Для чистоты эксперимента оставшиеся эти фотографии удалим с жесткого диска, чтобы они остались только у нас на флешке. Посмотрим. Да, действительно, фотографии у нас находятся на флешке. Теперь мы их удалим с нашей флешки. Выбираем. Удаляем безвозвратно. Это значит не в корзину, а удаляем ее без возможности восстановления. Нажимаем «Да». Фотография удаляется. Папка пустая. Съемный диск флешка наша пустая. Теперь запускаем установщик скачанной нами программы DiskDrill. Нажимаем «Запустить». Установщик программы. Здесь предупреждение об авторском праве на распространение данной программы. Мы распространять ее не будем. Мы скачиваем с официального сайта. Поэтому продолжаем. Нажимаем «Next». Здесь путь, куда будет установлена данная программа. По умолчанию. Программ файл. Здесь не нужно ничего менять. Здесь тоже не меняем. Нажимаем «Next». Нажимаем «Next». Процесс установки пройдет быстро. Установка прошла. Нажимаем «COS». И вот у нас вот такая иконка с профессором в зеленых очках, которая будет восстанавливать нам наши файлы. Давайте еще раз перед запуском программы посмотрим. Флешка у нас пустая. Здесь ничего нет. Запускаем нашу программу. При появлении запроса от администратора даем «Добро». Итак, программа у нас загрузилась. Она имеет вот такое окно с меню. Давайте раскроем. Меню «Простое». Здесь указан жесткий диск, который сейчас на моем компьютере. Название его. Общий размер. И свободное место на нем. Также указана подключенная флешка. Название ее. Свободное общее место. Свободное место. Для простых манипуляций нам не нужно здесь никаких настроек производить. Мы просто выбираем нашу флеш-карту или диск, в который подключена наша флешка. Отображается у меня буквой «Е». Здесь мы можем выбрать, если это меню, это «Быстрая сканировка и проверка на удаленные файлы». Это у нас более тщательная проверка на удаленные файлы. Мы выбираем сначала «Быструю проверку». Потом посмотрим, нужно будет или нет применить более тщательно. Нажимаем. И вот проверка проходит быстро. И мы видим, что программа обнаружила наши удаленные фотографии, которые мы удалили. Они есть с названиями. Можно выделить каждый. Здесь в меню предпросмотра, если мы нажимаем, мы увидим маленькое отображение, что да, действительно, наши удаленные фотографии, которые мы только что удалили. Для того, чтобы их восстановить, вот здесь в верхней синей строке указан путь, куда будет восстановлен. Также можно нажать на изображение иконки и выбрать, куда будут восстановлены наши фотографии. Давайте выберем сейчас. Выбрали «Восстановить на рабочий стол». Теперь выделяем все их галочки и нажимаем «Recoer» – «Восстановление». Нажимаем. Восстановление проходит быстро. Программа даже звуком уведомляет нас о восстановлении. Давайте посмотрим их. Да, действительно, это наши фотографии, которые мы поместили на флешку, потом удалили. Все они восстановлены полностью. Теперь давайте немного усложним в данной программе операцию по восстановлению. Вот мы видим, если зайдем в нашу флешку, что она также пустая. Мы ее отформатируем. Нажимаем «Форматировать». Нажимаем «Начать», соглашаемся. Диск используется. Нажимаем «Да». Происходит форматирование. При форматировании полностью вся информация стирается с данной флеш-карты. И заново прописываются необходимые файлы для работы данной флеш-карты с нашей системой. Форматирование завершено. Закрываем. Запускаем снова нашу программу. Программа запущена. Теперь давайте проведем более тщательную проверку. Выбираем в меню упадающий «Дипскан». Это более тщательная проверка. Нажимаем. Здесь вверху у нас информативная полоса идет, которая показывает нам процесс сканировки нашей флеш-карты. Данный процесс может быть длительным. Все зависит от размера флеш-карты, которую вы подключили. Программа закончила работу. На все про все ушло около 10 минут. Видим вот такие результаты. Здесь с левой стороны общие файлы. Также можно выбрать отдельности. Картинки, видео, документы, аудио, архивы. В общих мы видим. Программа нашла 6 элементов. 5 из них фотографий. И даже видео какое-то одно. Давайте посмотрим. Нашла у нас фотографии какие. Два вида. Можно посмотреть. Старая какая-то фотография, которая была сохранена на флешке. И после форматирования даже она сохранилась. И удалилась. И также вот 4 еще фотографии. Тоже каких-то старых. И видео. Посмотрим, что за видео. Просмотр видео недоступен. Общий размер показывает 1,45 гигабайт. Скажу вам сразу, я открывал это видео. Смотрел, оно не воспроизводится. Там воспроизводится всего 9 секунд. А дальше его нет. Хотя размер показывает 1,45 гигабайт. И так, как вы видите, даже после полного форматирования флешки, на ней остается какая-то информация. И данная программа при более тщательном сканировании находит эту информацию и может восстановить. Хотя 100% восстановления нету. Так как фотографии, которые мы перед этим помещали, удалили их, форматировали, данная программа не обнаружила. Хотя обнаружила более старые фотографии, давние фотографии, даже немного видео какого-то старого, которое осталось на флешке и не удаляется при полном форматировании. Если вам нужно восстановить сразу удаленные ваши фотографии без форматирования флешки, то есть вероятность того, что в 100% случаев вы восстановите эти фотографии. Также можно использовать данную программу для поиска удаленных файлов на вашем жестком диске. Если у вас есть нужда в поиске удаленных фотографий либо каких-то данных с вашего жесткого диска, можете использовать эту программу. 100% результата вам никто не будет гарантировать. Данная программа проста в управлении. В некоторых случаях может действительно помочь восстановить удаленные данные, например, фотографии, после случайного удаления, без форматирования устройства, на котором находились эти данные, и может помочь вам в вашей проблеме. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всего вам доброго. До свидания.